МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы вернулись из образовательной поездки, которая проходила по Чехии. Расскажите, что это была за поездка, чем она была насыщена. И я знаю, что вы, конечно же, туда отправились не одна. Да. С 19 ноября по 23 ноября делегация руководителей общеобразовательных учреждений нашего Одинцовского муниципального района в количестве 34 человек отправилась в образовательную поездку. В составе делегации были директора, более чем 20 школ и их заместители. То есть у нас такая очень представительная оказалась делегация. И отправились мы с большой, такой очень важной для нас целью. Это обмен опытом с нашими чешскими коллегами. И, конечно, завязывание контактов и вопросов дальнейшего сотрудничества. Вот это была наша цель. А организована была поездка и инициатива принадлежала Россотрудничеству Российский Центр Науки и Культуры в Чехии, который находится в городе Праге. Вот они нас организовывали, они нам делали программу, они нас встречали, они же нас провожали. Ольга Евгеньевна, какие школы, какие образовательные кластеры вам удалось посетить? И, конечно же, ну, наверное, основной вопрос, что поразило в системе образования Чехии? Ну, вот что сказать. Конечно, хочу сразу сказать, что мы обнаружили, что у нас очень много общего с нашими чешскими коллегами. Когда мы стали вспоминать минуты неформального общения, оказывается, они прекрасно знают наш фильм «Морозка», и его до сих пор, несмотря ни на что, показывают каждый Новый год. А мы знаем их фильм «Три орешка для Золушки». Они любят наш мультфильм «Ну, погоди». А мы знаем их мультфильм про кротика. Они любят наше российское мороженое, которое так и называют мороженое русским словом, и тоже его везде продают. То есть у нас очень много общего. Но нас, конечно, интересовали образовательные цели. Как наши дети могут учиться в Чехии, как их дети могут получать образование в Чехии. Мы все это хотели там узнать. Нам предоставилась блестящая возможность побывать в одной из самых престижных школ Чехии. Это частная чешско-американская школа Open Gate School. Школа представляет собой вот такое учреждение в виде интерната. Она достаточно известна. И известна своими результатами. Это лучшие результаты выпускных экзаменов по Чехии. Ученики, ее выпускники поступают в самые престижные вузы Европы и Америки. Ну и там учатся дети из разных стран, в том числе из России. Поэтому нам было очень приятно, когда мы зашли на территорию этого удивительного учреждения, когда с нами поздоровались по-русски. Это были наши соотечественники, наши ребята. Ну, что поразило в школе? У них есть свои определенные тенденции. Они в основном связаны с увеличением роста самостоятельной работы обучающихся. То есть большая часть знаний дети получают самостоятельно. Я правильно понимаю, что сейчас и в нашей системе образования тоже уклон именно на это? И не только школьное, но и среднепрофессиональное. И профессиональное образование тоже в основном опирается на самостоятельную работу. Ну, вот в этой школе, конечно, у них не так много учеников, порядка 400. И они могут себе позволить. У них есть определенные очень красиво оформленные уголки, где дети с ноутбуком сами получают вот эти знания, которые учитель, как тьютор, проверяет количество этого качества и количество исполненных заданий. Вот это у них все есть. Ну, что еще могло? В этой школе с шестого класса преподавание все ведется на английском языке, что удобно тем, кто приезжает из других стран. И они очень много в своей школе, это как бы их такая изюминка, они очень много уделяют внимания воспитанию волонтерского движения, вот этих качеств добротворения, помощи, оказания благотворительности. Вот это для них тоже очень важно. Ну, для нас была эта познавательность, хотя можем сказать, что школа, несмотря на то, что это самая дорогая школа Чехии, она достаточно скромно обставлена. И по части оборудования или даже внешних интерьеров, то наши одинцовские школы некоторые могут просто даже быть значительно лучше и даже красивее, чем эта самая дорогая школа Чехии. Ну, и для сравнения нам была представлена возможность побывать в школе государственной, которую обеспечивают муниципалитеты, хотя мы приехали очень поздно, нас там встречал директор, пан Юзеф Томик, и очень радушно встречал очень трепетный человек, и до восьми часов вечера он водил нас по своей школе. Ну, эта школа была безначальной школы, а в Чехии, надо сказать, у них троступенчатое образование, такое же, как и у нас, это общее у нас. Сначала начальное образование, потом образование уже среднее и среднеспециальное, ну и последнее, это образование четырехлетнее, это гимназия и лицей, которые потом позволяют поступить в ВУЗы, высшую учебные заведения. Так вот, у него школа без начальной школы, среднее и основное, будем так говорить, образование. И так же, как мы, сдают экзамены по окончании основной школы. А дальше ребенок уже выбирает, либо он по окончании основной школы, это обязательное образование, идет в специальное учреждение или куда-то еще, но аттестата зрелости у него нет. А вот аттестат зрелости, это только уже среднее образование, которое плюс четыре еще года. Ну вот, пан директор нам рассказывал о своей школе очень долго, показывал, это было очень интересно. Ну, что они? Они, например, не так много интерактивных досок у себя имеют, и говорят, что мы предпочитаем, наоборот, живое общение, живое общение с учеником. То есть, вот такая вот обычная школа, хотя очень высокий результат. Это тоже самая престижная школа, государственная Праги. В этой школе, конечно, сразу чувствуется, что это государственное образовательное учреждение. У них нет таких возможностей, чтобы ученики вот где-то могли там получать вот эту индивидуальную траекторию. Но они вышли другим путем, и это очень интересный путь. Они добавили в учебные планы огромное количество семинаров и факультативов, и дополнительных занятий, которые позволяют ребенку выбрать собственную траекторию в старшем классе образования. То есть, стандарт у него получается минимум, и 25 семинаров, чем очень гордится этот директор, они дают своим учащимся. То есть, ребенок самостоятельно выбирает то или иное направление, или все-таки преподаватель как-то влияет? Это уже определяется к старшим классам. Ребенок выбирает самостоятельно и выходит на ту траекторию, которая его интересует для дальнейшего поступления в ВУЗ. В конце среднего образования получают так называемую матуриту, что называется, как аттестат зрелости, который котируется во всех странах Европы, и могут с ним поступать в любое образовательное учреждение Европы. Эта школа, интересно, тем же так была, что там бесплатное такое образование и для иностранцев. У них тоже есть дети из разных стран, даже в этой государственной школе. Если говорить о сотрудничестве конкретно с этой школой, возможно ли оно, и смогут ли в будущем наши ребята или чехи приехать сюда? Это совершенно определенно возможно. Но мы будем говорить даже не о этой одной школе. У нас получились очень широкие контакты, потому что в конце концов у нас на семинаре заключительно принимало участие 30 человек, 30 директоров из чешских школ. И все они для того приехали, чтобы обменяться с нами контактами и в дальнейшем это сотрудничество продолжать. И на сегодняшний день, спустя неделю после нашей поездки, получается уже вот у нас есть контакт, в том числе Ирина Николаевна, кстати говоря, вот у них уже контакт завязался. К нам присоединились директор Одинцовской гимназии номер 4 Ирина Николаевна Кузнецова и заместитель директора по начальной школе Светлана Анатольевна Перешвайлова. Ирина Николаевна, насколько действительно полезной была эта поездка? Я знаю, что это не впервые директора и замы едут за границу или по России в подобные образовательные путешествия. Вот насколько это была полезная поездка? Я считаю, что любая поездка является полезной. Всегда какой-то определенный опыт приобретается. Но это было удивительно тем, что, ну, во-первых, мы попали в прекрасную, красивую европейскую страну в такое предзимнее время, когда предновогодие, рождественские праздники ожидаются, везде новогоднее настроение, то есть такой предновогодний подарок. Но то, что мы еще побывали в разных образовательных учреждениях, это, безусловно, опыт общения со своими коллегами. Конечно, не весь мы можем перенять и транслировать у себя, но в плане того, что могут завязаться тесные сотрудничества в дальнейшем, и у нас будет более тесное общение с коллегами и учениками Чехии, вот, наверное, на это надо делать ставку. Ну, я знаю, что прошла всего лишь с вашей поездки неделя, но уже идут переговоры, уже пошла переписка активная. Уже несколько писем мы получили. Сейчас, безусловно, изучается документация, которая необходима для сотрудничества. Конечно, мы будем выходить на управление образованием, потому что это не только наш опыт и связь, это, безусловно, должно транслироваться и на район, поэтому получим добро от управления образованием, и я думаю, связи нам будут налаживаться. Есть ли запрос от детей и родителей вот в части образования именно за рубежом? Стажировок длительных, коротких? Вы знаете, конечно, надо провести, может быть, анкетирование в плане общения именно с этой страной, но то, что мы увидели в Карловом университете и в других высших учебных заведениях, если человек знает русский язык, то он, вернее, извините, чешский язык... Давайте переговорим, если человек... Если выпускник знает чешский язык, свободно на нем общается, он бесплатно может поступить в любое высшее учебное заведение Чихи. Так что, я думаю, это проявит интерес к этому государству и к этому образованию. Светлана Анатольевна, я знаю, что Вы были впервые в заграничной образовательной поездке. Ваши впечатления и, конечно же, самый главный вопрос. Удивила ли система образования Чехии или все-таки русская система самая лучшая? Наверное, сравнивать нельзя, какая система лучше. Но меня очень приятно удивила эта страна, потому что люди и в образовательных организациях, где мы были, и на улицах открытые, с доброй улыбкой, всегда подскажут и помогут, и расскажут. Открытые для общения. И в тех организациях образовательных, в которых мы были, и в школе, и в гимназии, и в университетах, с радостью и с готовностью рассказывали нам обо всем и готовы были к сотрудничеству. То есть они об этом говорили. Говорили о том, что сотрудничают с другими, со школами из других стран. И готовы сотрудничать с российскими школами. Это, конечно, было очень приятно. Когда у нас было тесное общение после официальной встречи, то, конечно, это общение, наверное, нельзя сравнить ни с чем. Потому что насколько люди открыты, насколько они хотят общаться, они действительно заинтересованы. И это было, конечно, очень приятно. Получила много позитивов. Я хочу сказать еще раз, что это двухсторонние отношения. То есть не только, возможно, наши дети отправятся на обучение в Чехию, а в том числе и чешские ребята приедут сюда. И в этом тоже есть потребность. То есть есть огромное, я так понимаю, количество ребят, которые хотят учиться в России. И одно из выступлений представителя российского центра науки и культуры в Праге, оно как раз так и называлось. Чем привлекательно обучение в России для чешских детей, для чешских студентов. Это очень интересно. Да, этот вопрос обсуждается. Нет, ну как чем? Там очень, кстати, интересные были показатели. То есть все-таки хотелось бы услышать, за что ценят за рубежом именно российскую систему образования? Знаете, в чем там идет речь? В Праге, в Чехии 77 высших образовательных учреждений. Из них две трети – это платные учреждения, не государственные, за которые придется платить. И только одна треть всего-навсего государственных учреждений бесплатных. Так вот, в России они преподносят эту цифру. Цифра значительно больше на всю Россию, конечно, там образовательных учреждений. Но совершенно обратная пропорция – две трети бесплатных образовательных учреждений высших в России, безусловно, привлекательна для любых студентов, не только из Чехии, а из студентов из других стран. Так что вот это привлекательно в России. А то, что показатель высокий русскоязычного населения, то есть там на первом месте представители Украины, Россия и Казахстан. Вот три государства, которые очень активно сотрудничают, учатся, получают опыт, приобретают образование. Так что вот это показатель высокий. То, что надо, работать и дальше. Отметили они статистика в Карлово-Университете. Украина это больше приезжает на работу. А с целью обучения, получения образования как раз, это российские студенты приезжают. И, как они сказали, нам очень нравятся ваши студенты. Это самые успешные и самые отличные студенты. То есть отличники имелось в виду. Но все-таки, наверное, приезжают именно те, которые нацелены на получение знаний и на достижение наивысшего результата, чтобы, наверное, после окончания того или иного университета, либо лицея или гимназии, ну, уже пойти дальше, 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 только расти профессионально. Конечно, строить свою карьеру. В этом отношении было интересно для нас даже посещение необычного вуза. Пожалуй, что он, может быть, чуть ли не единственный в Европе. Это университет автоконцерна «Шкода». Это замечательное предприятие. Она заботилась тем, кто работает на его заводах по всему миру. И они основали университет, прекрасно оснастили его. И поэтому студенты, ну, вот так даже удивительно, они получают теорию в здании университета, по стеклянному переходу переходят, они уже на заводе, и они уже могут во второй плане дня получить практику. И так готовятся инженерные кадры. И более того, после, наверное, окончания этого университета, предлагают работать там. Да, они сразу же будут работать там. Всем работа, да. Они обеспечены работой, конечно, безусловно. Мало того, говорят, что филиалы этого концерна будут и в России. Поэтому, научившись там, можно продолжить работать не только в Чехии, но и в России. Что очень приятно, многие говорят по-русски или понимают. То есть общение было очень легким. И в некоторых школах были, с детьми мы общались, говорили по-русски. Это, конечно, было очень здорово. Уже началось, ну, вот первое после поездки, да, общение. Все-таки, чего максимально вы хотите получить от этого сотрудничества? Ирина Николаевна. Ну, пока культурное общение. То есть выезды, например, нашей делегации туда, знакомить наших детей с культурой в Чехии. И наоборот. Чешская делегация может приехать к нам. Мы можем показать, чем мы богаты в плане культуры. Конечно, возможно, они могут посетить наши уроки, мастер-классы. Я имею в виду и педагоги, и ученики. И пообщаться уже непосредственно. Ну, то есть пока вот думаем так. Последний день у нас был очень продуктивный. Это была конференция в Российском центре науки и культуры при содействии посольства Министерства образования и спорта Чехии. И там, ну, мы не только выслушали доклады и познакомились с директорами самых известных школ, школ, изучающих русский язык. И имели возможность в этом замечательном хрустальном зале, где нас принимали, пообщаться в неформальной обстановке. И все нам говорили, эти директора и заместители директоров чешской школы, они говорили о том, что мы очень хотим о вас знать. Хотим знать, как вы живете. Хотим знать, как учатся ваши дети. Хотим знать, что интересует ваших детей. Вот. Мы изучаем русский язык. Он, конечно, изучается факультативно, не является обязательным. Обязательно уйти везде английский язык в школах. Но всегда есть какой-то еще один, второй иностранный язык. Но мы хотим даже не сколько языка, мы просто хотим знать и друшить, и понимать. Им известен Пушкин. Нам даже показали, как чешские дети специально к нашему приезду разучили танец. Я не знаю, как его назвать. Казачок или это кадриль. Кадриль, наверное, была. Но, в общем-то, это такое было интересное действие. Вот они так представили нашу русскую культуру. То есть к нашему приезду готовились. Очень велик интерес за рубежом к нам, к образованию, к школам, к нашим детям. Это не первая и далеко не последняя образовательная поездка. Вот насколько важно вам, как управленцам, как людям, которые стоят во главе образовательных учреждений нашего района, выезжать на такие образовательные семинары? Мы ездим и по России, прежде всего, черпаем этот опыт. В прошлом году мы побывали в Санкт-Петербурге, в Казани. И нам именно образовательная среда была интересна, потому что все-таки мы в одном едином пространстве. Ну а то, что за рубежом, и школы, которые мы посетили, они работают по программам болонского образования, потому что те аттестаты, которые получаются, они вообще котируются во всем мире. Поэтому мы стремимся к этому же и хотим, чтобы наше образование было лучшим. Вот ни в чем не отставало, только наоборот, шло не только в ногу со временем, но... Наши школы всегда встречались с прогрессивными взглядами. Да, и все равно никогда лишний опыт не помешает. Да, отвечая на вызовы сегодняшнего времени, конечно, мы никак не можем где-то в своих узких стенах замыкаться. И надо выходить на другие какие-то площадки образовательные, смотреть, какой опыт есть у наших коллег и в России, и за рубежом, и применять для себя то, что можно применить на нашей базе. И, знаете, было приятно, люди ходили и смотрели, и где-то даже буквально с каких-то деталей... Вот это и слышно было, вот это я у себя сделаю, а вот это я сделаю у себя. А вот это мне понравилось, как вот здесь вот даже оформлено, казалось бы, пустяк, но это мы у себя в школе применим. Вот это и есть результаты поездки. В любом случае, мы ведь все разные, и мы по-разному смотрим на те или иные вещи, казалось бы, на первый взгляд, одинаковые, да, и ощущаем их, и транслируем их иначе совершенно. Поэтому любой опыт, он только во благо. Светлана Анатольевна, вы что посмотрели для своей работы? Для своей работы мне очень понравились стенды, хотя их не так много, но они такие красочные и информативные. Мне понравилось, конечно, так как я завуч по начальным классам, то мне было интересно побывать в кабинете первоклассников, где обучаются первоклассники. Даже туда назовели, конечно, интересные интерактивные доски, которые поднимаются, опускаются. Ну и вообще, конечно, интересно было посмотреть, как учатся ребята там, как обучают их там. Что отмечаю, были мы когда на экскурсии в музеях, и когда на общественном транспорте ехали. Очень много групп школьников, которые, и не только школьников, мне кажется, и детский сад. То есть они группами выезжают. У них уроки проходят не только в школе, в кабинете, но и в музеях, на выставочных залах. И вот когда мы были в музее, видели две группы, возле картин сидят ребята на полу. Учитель рассказывает, показывает. То есть так проходят уроки. Это интересно. Это можно взять на вооружение. Ну, мне кажется, у нас тоже есть зарождение таких моментов. Дети очень активно посещают и театры, и музеи. И бывают в разных городах, областях нашей страны, которые богаты своим историческим наследием. Конечно, сравнивая, предположим, те школы, которые мы знаем и в нашем районе. Но мы можем сказать, что у нас есть и более красивые, даже более оснащенные школы. Здесь речь шла не о том, что у них лучше, или у нас хуже, или наоборот. У нас действительно много очень достойного и превышающего то, что мы увидели. И нас поразило в первую очередь все то, что нас действительно ждали и с нами хотели общаться. Вот не содержание образования. Вот это подлежит также, наверное, рассмотрению, какому-то обсуждению совместному. И это расширит кругозор детей и также увеличит, наверное, качество знаний. Спасибо вам огромное, что вы не устаете учиться. Заряжайте своим интересом наших детей. Спасибо вам за ваш колоссальный труд и любовь к системе образования нашего района. Спасибо. И за тот вклад, который вы носите ежедневно. Спасибо. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя, и у вас все обязательно получится. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!